Танцы, позитив и здоровье. В одном из торговых центров прошел финал городского фестиваля «Движение. Жизнь». В этом году в празднике, который уже успел стать хорошей традицией, принимали участие 38 команд. В финал вышли только шесть. Мы сосредоточили свое внимание на командах для привлечения большего количества юношей. Но, к сожалению, сегодня в фестивале все-таки эти команды не стали настолько яркими, чтобы попасть в финал. Но в этом году юношей стало участвовать гораздо больше. Судьи оценивают хореографию и синхронность движений. Особое внимание к эмоциональной подаче номера. Сначала ребята продемонстрировали визитные карточки. Здесь важен имидж команды. Для зрителей получилось настоящее шоу. Но мало кому известно, за всем этим тяжелый труд. Чтобы попасть в финал, спортсмены прошли два этапа – тренировочный и отборочный. В первом этапе у нас было несколько частей. Сначала мы танцевали свою связку, которую мы учили на протяжении двух-трех недель. Потом к нам приходил фитнес-инструктор из студии ТТТ. Мы учили новую связку, новый танец. Потом мы это все показывали. Атмосфера была нереальная, и нам все очень понравилось. Также молодые спортсмены станцевали вместе с ведущими фитнес-инструкторами города. Ребята легко повторяют все, даже самые сложные движения и связки. Инструкторы признаются – удивить молодежь все труднее. Этот фестиваль уже не первый год, и уровень участников с каждым годом становится все выше, выше и выше. Насколько подготовлены в этом году ребята – это вообще просто супер. Я даже не знаю, как на следующий год нужно усложнять программу, для того, чтобы им было сложно. Потому что они уже схватывают все буквально на лету. То есть молодцы. Зажигательные танцы вдохновят на спортивные свершения кого угодно. Молодым людям удалось заразить своим энтузиазмом обычных посетителей торгового центра. А это уже немало. Мария Попова, Андрей Сеневолков, РТВ Иваново.